МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новый формат и эволюция в одном лице, потому что мы помним все, наверное, формат 10.10.44, который финансировался в 2014 году, когда было сделано несколько проектов, наверное, был первый этап, где участвовало тоже государство в виде госгарантий. Было профинансировано 52 проекта. После этого это направление является эволюционным развитием проектного финансирования в России. Фабрика будет работать очень просто. Будет три транша, как обычно, или три финансирующих организации. Первое – это банки коммерческие, которые должны будут создать синдикат. Второе – это ВЭП, который для этого получит средства гарантии от государства. И третье – это облигационный заем. В случае необходимости тоже будет частью проектного финансирования. Очень многие проекты 5-6-7 лет ждут своего финансирования. Основная проблема – это, скажем, недостаточность инвестиционного капитала, недостаточность, так сказать, собственных вложений. Очень длинный формат финансирования. ВЭП, облигационная часть, позволяет снивелировать этот риск и объединить все три элемента, которые делают этот проект финансируемым. Как отметил глава правительства Дмитрий Медведев, важно стимулировать коммерческие инвестиции, так как одни государственные вливания не смогут обеспечить необходимый рост экономики. Планируется, что в 2019-2020 годах фабрика обеспечит прирост инвестиций на 0,1% ВВП, что составляет около 100 миллиардов рублей. Есть список проектов, их 4 или 5, которые сейчас прорабатываются достаточно активно. Это проекты в сфере инфраструктуры, в сфере переработки, в сфере нефтехимии. Мы универсальный банк, мы традиционно сильны в нефтегазовом секторе, в нефтехимическом секторе. Работаем и в сельском хозяйстве, мы работаем и в промышленности, то есть практически во всех отраслях. Поэтому, если проект будет интересный, мы готовы финансировать его во всех отраслях. Критерии – это окупаемость, срок все-таки финансирования, потому что банковские ресурсы все-таки ограничены по срокам. Это хороший акционер. Фабрика проектного финансирования – это новый механизм долгосрочного инвестирования. Уже выбраны шесть проектов из разных отраслей экономики с общими инвестициями порядка 180 миллиардов рублей. Большая часть из них – частные средства. В рамках фабрики планируют финансировать проекты более чем на 300 миллиардов рублей.